В эфире ОТС программа «Спортобзор». В студии работает Кристина Лата. Здравствуйте! В Новосибирской области с 18 марта отменены все спортивные мероприятия. Приказ об этом подписал министр спорта региона Сергей Ахапов. Подробнее об этом и других новостях сегодня в выпуске. Меры по предотвращению распространения коронавируса становятся все масштабнее. С 18 марта и до особого распоряжения отменены все спортивные мероприятия на территории Новосибирской области. Запрет касается как проведения международных, так и российских и областных соревнований на территории области. Отменен в том числе и финальный этап детских соревнований по биатлону Кубок Анны Багалий, который должен был пройти в нашем регионе с 19 по 26 марта. Исключения составляют лишь отборочные турниры к Олимпийским играм в Токио. Профессиональным клубам по командным видам спорта, согласно указу министра спорта региона, рекомендовано проводить свои матчи без зрителей. Правда, почти во всех лигах сезон уже приостановлен. Так, КХЛ накануне объявила, что плей-офф отложен как минимум до 10 апреля. До этого же числа незапланированные каникулы в баскетбольных и футбольных турнирах. Особняком пока стоит волейбол. В четверг, 19 марта, в Новосибирске пройдет матч между «Локомотивом» и «Зенитом» из Санкт-Петербурга в рамках Еврокубка. Однако на трибуны болельщиков не пустят. Следить за ходом матча можно лишь по онлайн-трансляции. Добавлю, похожие меры приняты практически во всех субъектах федерации. Отменены или перенесены многие международные турниры и в других странах. В список перенесенных турниров попал и командный Кубок России по боксу. Спортсмены до последнего готовились к соревнованиям. В эти дни на базе Олимпийская в Новосибирске сильнейшие спортсмены со всей Сибири проходят сборы для формирования единой команды федерального округа. Но когда боксерам вновь удастся выйти на ринг, пока неизвестно. 44 спортсмена, двухнедельная программа подготовки и напряженный отбор в команду Сибирского федерального округа. Командный Кубок России – второй по значимости национальный турнир после чемпионата страны. В соревнованиях принимает участие 10 команд по числу федеральных округов. Команда состоит из 20 человек. На ринг выходит 10 весовых категорий, на ринг выходит 10 против 10. Вот, собственно, так и будет. Призовой фонд хороший. За первое место 7 миллионов, за второе 5, за третье 3. Соответственно, все команды готовятся. Уровень Кубка России повышается с каждым годом, так как престижно. Сборная Сибири дважды подряд становилась серебряным призером Кубка. И в нынешнем сезоне команда претендует на самые высокие места. В составе – чемпионы округа и призеры национального первенства. Заслуги нынешнего сезона – не главный, но один из критериев отбора в сборную региона. Уже лидеры у нас в некоторых весах определены. Это у нас Саян Артыш, 49 килограмм. В 52 у нас Новокузнечане – это Гунченко. Вот, допустим, в 64 килограмма у нас Чембална, Ченовосибирец. В 69 – Закаряна Армен. Основные направления сборов – скоростно-силовая подготовка и, конечно, спарринги, чтобы в деле сравнить претендентов на место в команде. Особняком стоит работа над тактикой и психологией атлетов. Кроме того, боксеры этим сбором тестируют и новую для себя базу. В Олимпийском центре подготовки команда еще не тренировалась. В этом отличном зале первый раз мы опробовали Олимпийскую базу в качестве сбора для бокса. Знали, что здесь другие виды спорта часто проводят тренировочные мероприятия, но мы впервые сделали это. Поставили ринг здесь, хорошо у нас встали здесь мешки. Отличный большой зал, светлый, теплый, отличное питание, сбор проходит здорово. Столь масштабная подготовка, нацеленная на результат, в любом случае не пройдет впустую для боксеров. Но проявить себя пока можно только на тренировке. Кубок России в нынешнем сезоне должен пройти в третий раз после 12-летнего перерыва. Но соревнования отложены на неопределенный срок. Так, наверное, нужно, так, наверное, будет безопаснее для людей. Как говорится, здоровье превыше всего. Поэтому лучше на некоторое время, так скажем, абстрагироваться, маленечко переждать, отсидеться в окопе и потом показать на все, что мы способны. По плану Кубок России должен был принять Ижевск с 21 по 26 марта. Но по рекомендации Министерства спорта, Всероссийская Федерация Бокса перенесла соревнования до особого распоряжения. На сегодня все. В студии работала Кристина Латом. До встречи в новых выпусках спортобзора на телеканале ОТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова